Здравствуйте, добрые молодцы, красные девицы! Азьесимов Ацаревич написал новую книгу Вечный календарь природный, народный, волшебный На основе крестьянского календаря месяца слова И с радостью вам его зачитываю 30 октября Осий осенний, конец летнего пути День осия, осий грязник Это конец летнего пути На осия колесо с осью до весны прощается Дай роздых лошади, телегу на повете В сарай втаскивают мужик Главная традиция в этот день Осмотр колес от телег Проверка на исправность В наше время надо менять резину С летней на зимнюю И вы понимаете, поменялся Устройство общества, уклад Но примерно в центральной полосе России Этот день совпадает с временем Когда надо менять Летние колеса на зимнюю Представляете, какой мудрый Многовековой календарь На Святой Руси осию прозвали колесником Потому что в день его памяти Уделяли много внимания колесам Телеги и машины Ставили в сарай до весны Перед этим проверяли их на исправность Если требовалось, то транспорт чинили В любом случае колеса снимали с осей На оси колесо с осью до весны Расстаются И вот открытие мое этого календаря Еще состоит в том, что день Который имеет разные имена Посвящен природным явлениям Что оси это не какой-то мужик Который когда-то жил в Древнем Риме А оси это конкретно явление природы То есть в это время проверяют оси колес Также проверять надо ось своего характера Например, в день Святого Лука По этому календарю весной Надо сажать лук Понимаете? И в этом как раз Открытие Ивана Царевича Что каждое название дня Посвящено природному Или человеческому явлению Жизненно важную И людям здесь и сейчас, сегодня Колесо считалось Оберегом и защитником от злых духов Это символ солнца Он часто используется для проведения Различных обрядов На купалу мы колесо горящее скатываем, например А если человек укусила змея То для его спасения Помимо применения трав Промывали место укуса водой Которую затем пропускали через колесо Колесо считалось не только оберегом Но и символом ведьмы Ведь на нем Ведьмы могли кататься Да, и в древней традиции была такая тема Что ведьмы вот так колесом катались По деревне Прямо со свистом пролетали В народе рассказывали истории О том, как ухотящегося по дороге колеса Вырывали спицы Отчего ведьма, обернувшаяся в это колесо Лишалась руки или ноги Детям в этот день загадывали загадки о колесах И телегах Известны, например, такие Барыня подкрашена Поперек подпоясана А спина намазана Четыре братца уговорились гоняться Как не бегут, друг друга не догонят Один идет, четверых за собой ведет А пятый сидит Во все глаза глядит Приметы Если кукушка села на сухое дерево Начала куковать Быть морозу Если в этот день домашние животные крепко спят То скоро наступит тепло Пришел оси Снимай колеса с осей По звуку колеса судили о количестве заработанных денег Если громче скрипит левое колесо То большую часть денег придется отдать А если правое колесо больше скрипит То поступление денег превысит ожидания У тебя какое колесо скрипит, Сервон? У меня все в порядке Старину в этот день знахари советовали не посещать баню Быстро тает день, не привяжешь заплететь Добрые молодцы и красные девицы Призываю вас жить по малиновому народному календарю Ура!